Девочка-пай Здравствуйте! С вами снова я, Самира. На этом уроке я дам вам методику изучения поворотов и вращений. С чего начать, какие делать упражнения, на что обращать внимание, какие могут быть ошибки. Использование поворотов делает наш танец более изящным, летящим, придает ему экспрессию. И, конечно, очень важно, чтобы этот элемент выполнялся безупречно. Как правило, в наши группы приходят ученики, которые никогда не занимались классической хореографией. И наша задача как можно более доступно и грамотно донести до них эту информацию. Самое первое, о чем мы будем говорить, это положение корпуса. Чтобы при вращении не терять направление движения, не терять ось, вы должны держать корпус прямо. Что это значит? Значит, не должно быть прогиба. Вы должны стоять спокойно, ровно, прямо. Копчик немножко тянется вниз. Макушкой мы тянемся наверх. Не прогибаемся вот здесь вот. То есть вы представьте, что ваш позвоночник вот вытянут. От копчика до макушки. Вот сюда тянемся наверх. Вот наша прямая спинка. Сегодня мы будем делать все повороты с простыми руками. Будем держать их в стороны. Это наиболее удобное и устойчивое положение. На следующих уроках мы уже рассмотрим повороты и с различными изгибами корпуса, с различными перемещениями рук и так далее. Тут разнообразие очень велико. Но сегодня мы будем держать ручки в стороны. Держим спину прямо. Не должно быть никакого напряжения. Вы не должны не прогибаться сюда, не напрягаться вот здесь. То есть совершенно свободная, спокойная. Вот наша грудная клетка в ровном положении. Она никуда не наклонена. Она ровно грудная клетка над тазом. Таз тоже в ровном положении. То есть мы все время... Наше вращение или поворот должно происходить вокруг оси. Соответственно, чем лучше мы будем держать эту ось, тем легче и проще нам будет делать поворот. Еще одна вещь, на которую я хотела бы сразу обратить внимание при изучении поворота. Наши ноги должны быть сильными. Мы никогда не сделаем поворот на вялых, слабых ногах. У нас упадет корпус. Также немножко придерживаем пресс. То есть вот он должен быть. Не вываливаем живот, не расслабляемся. То есть вот держим наш корпус. Можно попробовать тоже в самом начале просто подниматься на полу пальцы. Сохраняя вот это ровное, чтобы не качаться, не падать. Вот. Раз, два. Макушечкой наверх. Это тоже укрепляет ноги. Вообще можно просто покачать голеностоп. Это не повредит. Вот. Подниматься наверх. Потому что очень многие повороты у нас идут через... Ну, фактически все повороты у нас идут на полу пальцах. Такое маленькое подготовительное упражнение. Никуда не должны. Ни назад, ни вперед. Можно поставить ручки. Ноги вместе. Раз, два. Держим вот эту ось. Раз, два. Раз, два. И еще такой момент. Когда мы делаем поворот шагами, нам нужно сразу доходить корпусом на ту ногу, на которой мы будем делать поворот, которая будет опорной. То есть мы никогда не сделаем поворот, если мы не дошли на эту ногу. Мы должны на нее наступить и потом довернуться. Вот. Сразу. То есть если мы наступаем на ногу, вот мы хотим вот здесь сделать поворот, например, да, это должно быть автоматическое совершенно движение. Поэтому я сразу, даже вот до самых первых упражнений говорю об этом. Тоже можно потренироваться. Ставите ножку, небольшое плие. Раз, два. Раз, два. Нога прямая, с носочком. Мы на нее как бы вот сверху встаем. Мы ее не отсюда, не снизу, а прямая ножка. И мы сразу на нее туда. Раз и встали. Можно, если падаете, можно подставить вторую ногу. Подставить. Но сразу на нее перейти. В идеале, конечно, вот сюда подтягивать ножку. Всем вот наш вертикальный корпус, и он должен перейти на вот эту вот ось. Вот ось у нас теперь будет на ноге, и мы на нее дошли. Раз, два. Ноги жесткие, икры работают, нигде не расслабляемся. Раз, два. Раз, два. В принципе, шажочек такой вот небольшой вот отсюда. Раз, два. Еще один очень важный момент для освоения поворотов. Это держать точку. В принципе, в арабском танце, когда мы вращаемся, делаем повороты, многие точку не держат. То есть вот прямо как совсем в балете. Это не обязательно. Но если человек никогда не сталкивался с хореографией, не натренирован вестибулярный аппарат, без этого упражнения не обойтись. То есть чтобы вы чувствовали свое тело в пространстве, вот в этом движении поворота, нужна определенная тренировка. И это именно то упражнение, которое дает этот навык. Итак, мы встаем прямо, спокойно, абсолютно просто прямо стоим. И вот прямо вот так вот, переступая ножками, вот так вот, фактически они почти прямые. Почему не вот так вот, потому что, когда с ноги на ногу, могут возникнуть какие-то качания, там вот эти вот переходы. И потом вы должны чувствовать, как вы, вот это вот, как струночка наверх вытянутая. Вот, поэтому вот таким, на плоской стопе, вот так вот начинаете вращаться вокруг себя, в довольно медленном темпе. Выбираем точку, или на зеркало, или на стене, любую точку на уровне глаз. И смотрим на нее как можно дольше. Старайтесь не наклонять корпус, ни туда, ни сюда. То есть вот абсолютно ровно, как вы были, так и поворачиваемся. До самого конца. Вот уже почти спиной повернулись. Теперь здесь резко переворачиваем голову на другую сторону. Тоже там ни туда, ни сюда, чтобы на корпусе не отразилось. Перевернулись. Сразу нашли эту точку глазами и доворачиваемся. Потом ускоряем темп. В одну и в другую сторону. Медленно попробовали. Какое-то время это упражнение нужно делать медленно. Корпус не должен напрягаться и выгибаться. Только ножки работают и голова. Также это упражнение можно выполнять на полупальцах. Можно ручки поставить в сторону. Вот мы. Бедра у нас напряжены, сильные. Мы отталкиваемся от пола макушкой наверх. Плечи вниз, лопатки сведены. Вот ручки у нас, нас держат. Поворачиваемся. Прямо рядышком переступаем. Ягодицы тоже напрягаем. То есть и пресс немножко. То есть мы как одна такая вот, как столбик такой. При вращении с руками в стороны тоже такой маленький секретик, который нам поможет. Вы должны ощущать вот эту ведущую руку. То есть ведет нас всегда рука, в какую сторону мы поворачиваемся, та рука ведущая. И мы как бы вот ее чувствуем. Вот ее доводим за себя. Тянемся ей как бы назад вот туда. Это вам поможет особенно при вращении по прямой в продвижение. Следующим шагом попробуем делать простой разворот вокруг себя. Сначала сделаем его на 180 градусов. То есть вот мы стояли лицом, мы немножко подсаживаемся на опорной ноге. Вторую ногу ставим скрестно на полупалец. Вырастаем вверх на двух ногах и доворачиваемся спиной. И раз. И раз. И раз. Другой ножки. Ножки рядом, сильно, туда далеко не надо, с ноги не падаем. То есть вот центр тяжести у нас посередине. Ноги сильные, ягодицы зажаты. Мы никуда не должны падать. Пресс тоже немножечко поджат. То есть вот мы ровненькие. Подсели, выросли, встали. И раз. И раз. Главное уловить вот этот вот момент, когда мы отсюда абсолютно вертикально вырастаем. Чувствуем вот эти вот подушечки. Упираемся в пол, отталкиваемся от пола. Это может быть даже не просто 180 градусов, а немножко побольше. Насколько получается. То есть потом у нас будет этот целый разворот. Мы будем просто подставлять ножку вторую. Насколько получается. Вот когда вернулись и поставили пятки. Плие. Плие вертикально. То есть никуда не садимся, не проваливаемся. Чуть-чуть вот подсели вертикально. Ножка и макушкой наверх. На сильных ногах выстрелили. Поставили пятки. И раз. И раз. Пресс немножко придерживаем тоже. Нерасслабленный живот. Позвоночник вертикальный. И раз. И раз. И раз. Это тоже такое упражнение, чтобы ощутить свое тело в пространстве. С другой ножки. И раз. И раз. Чтобы почувствовали вот это вертикально. Чтобы ни туда, ни назад, ни в стороны корпус не гулял. Главное, еще раз напомню, что ноги у нас сильные. Теперь попробуем сделать полный оборот. То есть здесь мы начинаем как обычно. Немножко себя закручиваем вот этим плечом. И в самом конце, когда уже, вот мы еще не довернулись, мы вес, ну, немножко вес переносим вот на эту ногу. На ту, в которую сторону мы вращаемся. И вот это вот просто вот доводим сюда. Вот так. Вот так. В одно движение. В то, в то, в то, в то, в то. Еще один маленький такой разворотик. Даже не поворотик, а разворотик. Когда мы стоим, вот как бы обернулись из-за спины. И мы просто меняем одну ногу и другую. Переходим. Здесь нам главное перенести вес с опорной ноги на вторую. Тут даже не надо специально вставать сильно на полупальцы наверх. Просто вот мы чуть-чуть смягчили ногу. И раз. Немножко вытолкнулись коленом, но на жесткой ноге не вырастаем наверх. И раз. И раз. Оборачиваемся. Это обычно, когда мы делаем какое-то движение. И поменяли бедро через спину. И раз. Здесь нужно тоже сохранять вертикальность корпуса. И, как я уже говорила, переносить вес. Ногу не ставьте очень далеко, иначе туда будет неудобно, будет некрасивое движение. Вот она здесь должна быть рядышком. И раз. И раз. Следующий поворотик – это обычный поворот из стороны в сторону. Как он выполняется? Мы стоим на одной ноге, вторая ножка показывает направление туда, куда мы будем поворачиваться, куда мы сделаем шаг. Руки держим в сторону, спина прямая. Делаем небольшое плие. Здесь переходим. Вот этот вот момент отталкиваемся прямо от пола. Переходим на эту ногу. Сразу подставляем зажатые ягодицы, сильные ноги. Подставляем ножку. Доворачиваемся. И делаем следующий шаг. Третий шаг. И встаем на эту ногу. Всем весом. То есть вот центр тяжести у нас теперь на этой ноге. То есть мы делаем шаг. Подставляем с крест на ножку, доворачиваемся. И третий шаг. С плие. Шаг. Сразу вес на этой ноге. Еще раз обращаю внимание на это. Шаг. Подставить. Шаг. Здесь, когда вы доворачиваетесь, вот здесь, уже вот отсюда можно отпускать вот эту ногу. И идти в шаг. То есть вы как бы падаетесь в нее. Движение динамическое, поэтому медленно его, в общем-то, сложно сделать. Ну, так вот совсем показать. Спина ровная, ягодицы, бедра, пресс, руки, лопатки, плечи вниз. Плие. Шаг. Подставить. Шаг. То есть мы уже как только сделали первый шаг, подставляем ножку, мы уже думаем про следующий шаг. Так, что сейчас мы на эту ногу встанем. И раз, два, три. То есть движение такое, вы должны перемещаться. Не совсем вот под себя, да, а вот туда. Можно даже ножку вторую ставить не скрестно, а рядом вот здесь. Шаг рядом. Шаг. Здесь, ну, нету такой классической техники, как в балете, что вот именно так и только так. Можно делать разными способами и кому как удобно. Каждый может выбрать для себя. То есть вот сейчас я буду ставить ногу рядом. Раз и два. Раз и два. Главное, чтобы она была рядышком, и мы были в струнку вот на вот этих вот ножках. И шаг. Шаг сразу. Плие. Шаг. Рядом. Шаг. Пресс. Держим попу, ноги. Плечи, спину. Раз и два. Раз и два. И как я уже говорила, заводим себя вот этой рукой. Вот прямо попробуйте ей замахнуться и почувствуйте, что она вас закручивает, вам ничего не нужно делать. Просто за ней пойти. И раз и два. Раз и два. Ноги. Если вы падаете, куда-то заваливаетесь, значит слабые ноги. Их нужно держать сильными, прямо вот отталкиваться от пола вверх. Прямо контролируйте ноги, попу, пресс, спина. Раз и два. Раз и два. И вот она пошла. Пошла. Субтитры сделал DimaTorzok Когда это движение будет освоено, можно сделать двойной поворотик. То есть мы делаем раз, два, три, четыре, пять. Здесь мы делаем не после первого поворота небольшой шаг, а маленький шажочек, тоже на жесткую ножку, на сильную. Плие. Шаг подставить. Еще раз скажу, либо вот сильнее скрестить ногу, или можно вот здесь вот совсем рядом. Шаг подставить, шаг, вот такой вот он получается, небольшой. Попа, ноги, спина. Здесь мы переходим вот на эту ножку и опять подставляем второй раз. И отсюда уже делаем большой шаг, чтобы закончить движение. Шаг подставить, шажочек подставить, шаг. Шаг подставить, шажочек подставить, шаг. И еще раз наполню, закручиваем себя вот этой вот ведущей рукой. Это сильно облегчит вам движение. И раз, и два, и три. Раз, и два, и три. По поводу точки. Если вам удобно, держите ее, то есть прямо вот возвращайте голову. Если вы не теряете направление движения, не падаете, ее можно не держать. То есть, вот, например, я сейчас буду держать точку. Но, когда мы заканчиваем движение, зритель у нас здесь, голова наша должна быть здесь. Вот мы поворачиваемся вот туда, на последнюю позу. Мы должны смотреть на зрителя. Так, держим точку. Голова на зрителя осталась. Либо, вот я, например, точку не держу. То есть, у меня голова остается вот в этом же положении. Только здесь я ее оставляю в самый последний момент. Вот, раз, два, три. Вот она осталась. У меня отсюда корпус ушел, голова осталась. Раз, два, три. Можно смотреть на свою ручку. Это тоже может помочь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Следующий этап. Мы уже можем добавить вот этот поворотик в проходку. То есть, вот как правило, мы делаем выход с платком, он может быть без платка. Выход подбивка, 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 поворот. Подбивка, 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 поворот. Может быть в различных вариантах. Например, подбивка, поворот. Подбивка, поворот. Подбивка, поворот. Подбивка, поворот. Или такой. Шаг, шаг, подбивка. Шаг, шаг, поворот. 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 То еще очень важное нужно сказать ученикам. Любой поворот идет всегда с той ноги, куда мы будем поворачиваться. То есть наверняка вы встречали вот такие вот вещи. Даже сейчас не знаю, как показать. Вот такие вот. Вот такие, да? Ну, то есть вот об этом надо сказать просто с самого начала, чтобы это уложилось в голове. И таких поползновений не было. Значит, если мы поворачиваемся налево, то шагнуть мы должны на левую ногу. Если мы поворачиваемся направо, шагнуть нужно на правую ногу. Ни в коем случае не наоборот. Теперь, ну, наверное, начать нужно с проходки, вот из тех, которые я показала, там, где один поворот на восемь шагов. Шаг, шаг, подбивка. Шаг, шаг, поворот. Значит, в чем здесь может возникнуть сложность? Поворот выполняется с плие. То есть прежде чем сделать поворот, мы не можем, вот мы сделали подбивку, шаг, шаг, мы не можем начинать поворот, если мы к нему не подготовились. Пролететь его. То есть мы должны подготовиться, вот сделать вот это плие, подготовить ножку. То есть вы помните, мы делали вот эти повороты. Раз, два, три. Вот примерно так же он будет выглядеть. То есть вот мы сделали подбивку, шаг, шаг. Здесь у нас идут немножко замах, такой плечами. Нас поведет вот эта рука, как я уже говорила, которая нам помогает, ведущая рука. И мы сделали небольшое плие, и на поворот мы делаем вот этот вот шаг, как мы делали в подготовительных программах, и переносим сразу весь вес на эту ногу, на которую у нас поворот. Вот мы сделали шаг, шаг, и ножку, вот ножка показывает туда, куда мы шагнем. Рука сделала замах. Поворот. И здесь, только мы не фиксируем позу, а уже выходим просто в шаг. Вот сверху шаг, шаг, подбивка, дальше идем. Шаг, шаг, даже вот вместо уже этого шага у нас приедет с замахом руки. И поворот. Поворот, шаг подставить. Шаг подставить. Довернулись, и пошел шаг. То есть, если у нас проходка по кругу, мы должны держать нашу траекторию. То есть, получается, когда мы делаем, вот у нас круг налево, когда мы делаем поворот влево, мы как бы делаем полный поворот, даже немножко больше. А когда мы делаем поворот направо, вот у нас траектория туда загибается, да, мы из круга, то есть вот мы еще идем туда, а плечи у нас уже пошли из круга, и нога уже вот мы не по ходу движения, да, а как бы из круга шагаем и делаем как будто бы пол оборота, чтобы потом вернуться вот на эту траекторию. То есть, когда мы делаем поворот в круг, он идет полный на 360. Когда мы делаем поворот из круга, он как будто бы недоделан, и его делает легче, потому что вот наша траектория, она уже загибается навстречу нашему повороту, то есть мы меньше проворачиваемся. Так, значит, еще раз. Шаг, шаг, подбивка, шаг, подготовка, поворот, сразу принесли, шаг, подставили. Шаг, шаг, подбивка, шаг, шаг, подготовка, шаг, подставили. Вот, ну, собственно, сначала в медленном темпе, потом быстрее и быстрее. Значит, ошибки могут возникнуть, если мы не доходим сразу на ногу, на поворот, если у нас расслабленные ноги, ягодицы или пресс, или спина, то есть мы должны быть не напряженными до судорог, но жесткими, сильными, не расслабленными, не вялыми, особенно ноги. Вот, и нам помогает наша вот эта вот ручка ведущая. Немножко, сильно не надо, потому что у нас тут не вращение, а всего один маленький спокойный поворотик. Но, тем не менее, мы чувствуем, прям вот эту лопатку, чувствуем, как вот нас ручка вот это заводит. Давайте сделаем. Шаг, шаг, подбивка, шаг, шаг, поворот. 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 В общем-то, в проходке, даже если вы немножко потеряли равновесие, вот после этого поворота, ничего страшного, вы просто как бы падаете на эту ногу в шаг, продолжаете движение назад, ой, вперед. А еще такой момент во время проходки, ошибка, которую тоже вот я встречаю периодически, это то, что на поворот человек останавливается. То есть вот шел-шел, потом раз, и как-то вот как-то на месте. Он должен быть проходящий, то есть шагами. Вот вы двигались, вы шагали, и на поворот тоже вы продолжаете это движение. То есть он вперед идет. Мы шаг сделали, подставили, и дальше шаг уже идем. Шаг, подставили, и шаг. Шаг, подставили, и шаг. Сразу на ногу, всем вот весом. Шаг, шаг, поворот, шаг, 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 поворот, шаг, 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 поворот. Попробуйте в разных комбинациях. С шагами. Тут поле для фантазии огромное. Три шага, поворот, три шага, поворот. Ну, чтобы они были в разные стороны. Или подбивка, поворот, подбивка, поворот. Здесь уже сложнее в том, что поворот это и чаще, то в одну, то в другую сторону. Подбивка, поворот, подбивка, поворот. То есть мы здесь только вот вышли из этого поворота, подбивка, и мы уже сразу готовимся на второе. Подбивка. Вот мы уже замахнулись плечами, рукой завели себя, подбивка, завели и рукой развернули. Подбивка, поворот, подбивка, поворот, подбивка. Тут даже надо себя останавливать. Не закручивать даже на поворот, а останавливать, чтобы вы не прокрутились слишком далеко, чтобы плечи не перешли в вашу траекторию. Так, подбивка, поворот, подбивка, поворот. Мысленно мы все время представляем себе вот эту линию на полу, кружочек вот этот, по которому мы идем. КОНЕЦ Теперь давайте попробуем сделать вращение на месте. Вспомним наше упражнение с точкой. То есть вот мы держим руки в стороны, кисти могут быть развернуты ладонями вверх, вниз, неважно. Наверное, для начала будет удобнее вверх. Это поможет нам раскрыть грудную клетку, то есть в более правильное положение поставить плечи, лопатки. Руки немножко перед собой, то есть совсем туда их не заводим. Вот они. Не четко в сторону, чуть-чуть перед собой. Мы как бы краем глаза должны видеть руки. На уровне плеч сильно не задираем, сильно не опускаем. Вот мы вспомним наше упражнение с точкой, где мы переступаем. Поднимаемся на полу пальца, переступаем. И потом спокойно начинаем увеличивать темп. Попробуйте перевернуть кисти, может быть так будет удобнее. То есть смысл в том, что мы уже тренируем наш вестибулярный аппарат, наше тело уже привыкло быть в вертикальном положении, мы уже ничего не расслабим, никуда не упадем. И просто увеличиваем темп. Не всегда нужно, чтобы это был совсем бешеный темп. Часто, особенно если вы используете платок или какой-то аксессуар, с ним очень быстрые повороты смотреться не будут, он просто запутается. Поэтому часто наши повороты, вращения нужно исполнять в достаточно спокойном темпе. К тому же, если мы будем менять положение рук каким-то образом, там тоже не нужно слишком быстро это делать. Просто переступаем ногами. Еще раз напоминаю про наш секретик, наше помогающее движение, что мы себя заводим вот этой ведущей рукой, ее чувствуем. Если вы чувствуете, что еще не готовы делать в быстром темпе такое вращение, перейдите опять на медленный, перейдите опять к упражнению с точкой. Не забываем про сильные ноги, про вертикальную ось, ягодицы, пресс, спина, руки. Рука заводит. В принципе, даже когда уже вы привыкнете делать это вращение, точку держать так же не обязательно, прям вот каждый раз делать это головой. Можно делать вот спокойно. Можете смотреть на руку. На ведущую руку можно смотреть. Вот это уже помогает. Но держим вот это вот вертикальное положение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин